Очередная скандальная история затянувшегося строительства многоэтажки в Твери набирает обороты. Новый жилой комплекс на улице Ткача отстроен от кирпича до кирпича, туда даже подвели коммуникации. Но вот двери жилья повышенной комфортности до сих пор закрыты для собственников. Вот уже почти год владельцы дорогих квадратных метров пытаются призвать к ответу застройщика, когда же им все-таки передадут ключи от жилья. В ситуации разбиралась Валерия Королева. Квартиру мы купили летом 2019 года, покупали по ДДУ, как раз перед тем, как должны были ввести скроу-счета, которые защищают дольщиков. Но мы испугались повышения цен, тогда все про это говорили. На восьмом этаже кирпичной высотки находится та самая квартира Кукушкиных. Однако пока семье остается только заглядывать в окна собственной трешки в 90 квадратных метров. Обжить хорома пока не случилось. Хотя справить новоселье должны были по плану у застройщика еще летом 2020 года. Потом переезд переносился на осень и на зиму. Дом номер 14 на улице Откача возведен до последнего этажа. Однако признаков жизни там до сих пор нет. Впрочем, и рабочих здесь мы не застали. На встречу вышел сотрудник строительной организации. Уверил, что работы ведутся. Однако попасть в здание и убедиться не получилось. Пока дом стоит как законсервированный, вздыхает любовь. Приходится ютиться в однушке и выплачивать ипотеку. Ни много ни мало. 4,5 миллиона рублей. Жители говорят, что застройщик винит в простую начавшуюся весной пандемию. С апреля по 2 января, в принципе, не считается, да, этот срок не идет в зачет. То есть он как бы аннулирован для застройщика. Соответственно, наши компенсации могут начаться только со 2 января. Можно частично валить на пандемию, еще что-то. Нас уверяли, что до Нового года точно все. Но вот уже сколько, два месяца после Нового года и по-прежнему результата нет. Я так понимаю, что сейчас какие-то проблемы с оформлением документов. Здание выросло быстро, но почему-то затянулась сдача. Застройщик не дает конкретных комментариев, сетуют собственники. Однако нашему телеканалу руководитель дал развернутый комментарий и подтвердил. Сроки сдачи отодвинуты из-за пандемии. Ведь большая часть оборудования, например, лифты и котлы, закупались в Европе, где в апреле из-за карантина не работали предприятия. Не было контактов с заводами-производителями вообще в принципе. Спустя месяц они вышли с нами на контакт, просрочили сроки, да, то есть и у них есть проблемы. Они нам начали отправлять оборудование, а оборудование шло не в полном, ну неукомплектованное, да, полностью. Соответственно, в связи с вот этим получилась задержка вообще в принципе по воду в эксплуатацию. Потому что не имея лифта, не имея котлов, я не могу получить там определенные справки о выполнении тех условий. А дом действительно достроен. Директор по строительству показывает соответствующие документы. Завершено строительство. Оно датировано 15-е, 12-е, 20-е. То есть мы уже были готовы к вводу в эксплуатацию. Есть документальное подтверждение наличия коммуникации и устранения нарушений, выявленных специальной комиссией. Теперь дело за малым. От застройщика все, что мы должны были сделать, мы все выполнили. Сейчас, говорю еще раз, идет процедура регистрации всех документов, да, и процедура ввода в эксплуатацию. После этого мы отнесем в МФЦ 10 дней на регистрацию, и там все будет зависеть от нашей администрации. Я не могу сказать какие-то сроки, которые они нам выдадут, потому что эта процедура у нас на данный момент является нововведением с 2021 года. Тем временем кто-то из жильцов отправил иски в суды. Как рассказала юрист Рина Зубкова, есть два варианта в таком случае. Расторгнуть договор или же подать на возмещение пеней за просрочку ввода в эксплуатацию. Все будет зависеть от того, насколько объективны те причины, по которым не была возможна сдача объектов в эксплуатацию в срок. Объективность доказывается невозможной поставки оборудования, подключения вещей, без которых невозможно ввод в эксплуатацию. Пандемия, конечно, имеет основание быть, соответственно, в сроке апрель-май, учитывается как обстоятельства непреодолимой силы. Иски имеют место быть. Эти все обстоятельства напрямую повлияют на разберпение. Однако семья Кукушкиных не хочет никаких скандалов и исков. Вполне достаточно извинений. Больше всего семья хочет ходить по магазинам и выбирать обои для новой квартиры, а не по судам с претензиями. Продолжение следует...